Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. И как вы понимаете, сегодня главная тема будет это ограниченное событие, которое началось. Вот. Мы обратили внимание, что у тебя в коллекции все еще не достает бородатых любителей Эля. Поэтому мы запускаем особое ограниченное событие. С 20 сентября по 6 октября у тебя будет возможность создать легендарную героиню Молли Кёльнер. Да-да, ладно, у нее нет бороды, но пиво она любит на не на шутку. Да и подраться не против. Итак, мы имеем легендарного героя Дварва. Давайте отъедем, чтобы посмотреть. Одна нога на дождь, вторая на солнце. Абута одета. Герой поддержки. Здоровье, ну, чуть выше среднего, скажем так. Огромная защита, так что, наверное, все-таки герой защиты. Хорошая скорость, сопротивление. И давайте посмотрим на пассивочку. Если враг атакует этого героя, заполняет шкалы хода всех союзников на 15. А если это босс, то заполняет шкалы хода всех союзников на 25%. И перезарядку можно сделать до каждого хода. Прожарка. На всех врагов провокацию на ход. А дальше, с вероятностью 50%, накладывает на цель на 2 хода. То есть на нем будет либо 1 ход, либо 50% на 2 хода. Отражение урона маленькое, перезарядка до 1 раз в 3 хода. И здесь еще воскрешает союзника с 50% здоровья и заполняет его шкалу хода на 50% и накладывает блок урона на 1 ход. Такое оживление мне нравится, тем более, что она его меняет лечение. Но вы помните, как лечение считается у плариума. То есть эти 5 и 10% не добавляются к 50%, а от 50% принимаются. То есть он будет лечиться его не на 65% здоровья, а добавит 10% от 50%, то есть добавит 7,5% всего лишь. Так, и перезарядка, то есть вчера с 4 хода это хорошая перезарядка. То есть в принципе, ну нормальный герой. Но самый главный момент, что у нас очень мало героев дворов, и если когда откроется дворовская фракционная крипта, то ну совсем неким будет сражаться, а тут будет уже хорошая поддержка, если вы выполните это. Соответственно вопрос, как это все выполнить и не порвать себе ничего. У нас идет событие, народ гадал, хотел 15 тысяч, говорил, что может плариум одумался, уже не будет делать по 20 тысяч. Да, плариум одумался, по 20 тысяч не будет делать, он сделал 30 тысяч очков на тренировку героев. Правда, надо сказать, что нам нужно только 20 тысяч 200, то есть 30 тысяч приз это все для сакрального осколка, 25 тысяч для легендарного тома, но это все хотелось бы забрать. Но для слияния нужны 4 вот этих героя. Причем Слизень реально нужен, потому что он участвует сразу в двух слияниях. Слизень есть и в Разине, и в Мойли Кёльнер. Ну и также сейчас идут два турнира, в ходе выполнения которых можно получить вот этого героя, советника, и вот эту героиню, псалмиста. Давайте посмотрим на них сначала самый длинный турнир. Это тоже, опять же, он привязан к тренировке героев. И получить 10 тысяч надо. Если этого героя не получить, я так понимаю, это ключевой герой, и ничего тогда не получится. И 10 тысяч это немало количества очков. И здесь очки даются не только за повышение уровня, за прокачку, за повышение ранга, но также и за развитие героя. Развитие героя это покраска, когда мы его красим в таверне. Ну и попутно начался второй турнир, который всего лишь на три дня. И этот турнир гораздо сложнее, потому что он хоть и выглядит так вот простенько, что 1500 всего лишь очков, но, однако, эти очки, они даются за получение героев. То есть, это надо, грубо говоря, в эквиваленте получить три легендарных героя. Что, как вы понимаете, очень даже немало. То есть, это можно выбить какими-то редкими, эпическими, но ты же их столько не набьешь там. Тогда планируем, каким образом? Что мы видим? То есть, мы потенциально можем получить этого героя и вот этого из слияния, этих четверых, которых получим за события. Дальше можем либо получить вот этого героя, либо слить его из четверых. Желательно получить этого, это будет по ресурсам гораздо эффективнее. И последний герой остается Толсторох, надо определиться, как я его буду получать. Это есть в новостях. Соответственно, крутим, где там Толсторох и видим. То есть, его целиком получить нельзя будет, только слияние. И слияние, каким образом? Зов арены, поход на подземелье, улучшение артефактов, улучшение артефактов. Это все события. Это не турнир, так что полегче. Однако, событие неприятное, это улучшение артефактов. То есть, к 29 сентября надо накопить 20 миллионов денег. Поход на подземелье. Либо он будет падать в каком-то подземелье, либо это будет просто в результате в награде в событии будет. Азов арены, тоже будет скоро, 23 сентября. И турниры пополнения коллекции, сейчас, которые идет с 20 по 23 сентября, еще будет один турнир пополнения коллекции, 27-30 сентября. Поэтому, лучше тактически, конечно, добыть вот этих героев. Слизень, Борец, Старший, Забойщик, Кузнец, Боли. Потому что, в противном случае, ну, этот тут без доната вы никак не решите, чтобы и то, и то купить. И, соответственно, у нас встает вопрос, где же взять столько бустеров опыта? Нам нужно на две недели бустеров опыта. Цифра немаленькая. Ну что, план я для себя составил. Самый вот стрёмный герой, это вот это, Псалмист. Как бы мне ее получить? Хотелось бы получить 1500 очков в турнире. Конечно, это надо, чтобы очень сильно повезло. Ну что ты будешь делать? Не попробуешь, не узнаешь. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Итак, Люся. Это 250 очков. А надо нам 1500. И это не очень хорошо. Уууу, Василиск. Не то, чтобы предел мечтаний, к сожалению. Итак, 500 очков мы заработали. Но этого крайне мало. Какие у нас еще есть шансы? Давайте дальше открывать. Темные осколки. Никаких вариантов нет. Однако тут приходят просто какие-то синие. А, но так как он воет, то все же за него 50 очков. Хоть что-то дает. И еще, значит, 50 очков. Ну что ж, открытия идут безобразно. И я так понимаю, что мне тут, возможно, даже ничего и не светит. Ну, давай все скопом. 100 очков. Это ужас. Героев нужных для чего-нибудь нам, для слияния или еще для чего-нибудь, тут не видно. Ну, давайте вторую пачку. Что-то же должно в конце концов появиться. 340 очков. Пришла вторая заргала. Хотя, возможно, не все так плохо. Завтра у меня появится еще 2 осколка. Еще очков 300 получу. Так, и последнюю десятку давайте откроем. Может, все же в ней что-то будет. Нам надо очки. Ох, 100 очков. Очень плохо все. Но есть госпитальер. Нет, это лицо похоже. Название другое. Нам нужна свидетель. Не госпитальер. Итак, у меня очков, насколько я понимаю, где-то всего лишь в районе 1000. Чума. 1050. Да, с арифметикой все нормально. Что мы здесь еще получили? Давайте это все забирать. Пиво. Корм. 40 пива. Книжки. Корм. 4 звезды. И так осталось еще 500. Если бы больше времени было, можно было бы зелеными осколками наколотить. Следующий я собираюсь купить, потратить 280. Купить бустер опыта на 3 дня. А может нам еще сюрприз преподнесет сундук чемпиона? 8 бутылок. Это тот еще сюрприз. Это отлично. И здесь 8 синих тоже средних бутылок. Ну, чтобы выпало здесь осколок, а потом еще из него открыть, дать легенду. Но это уж совсем перебор, конечно, я понимаю. Поиграл немного и обратил внимание, что очень мало очков получаю в турнире, который тренировки героев. Пошел вниматочно читать и тут дочитался до такого, что просто, друзья, нас обманули, мы расходимся все. Повышая уровень героев в таверне, жертвуя других героев или применяя отвары опыта. То есть просто повысить уровень недостаточно. Его нужно повысить именно в таверне. Значит придется героев, которые у меня есть, вначале подкачивать именно бутылками. А дальше уже докачивать остальные уровни уже на кампании. Ну, либо и жертвовать этих героев. У меня много четырехзвездочных первого уровня. Так что вначале я очки быстро получу. Да и хотелось бы их сократить количество, конечно, мешают туда-сюда перекладывать. Это постоянно очень трудозатратно по времени, в смысле. Кто тут у меня сорокового уровня есть? О, отличный кандидат. Давай, дружище, тебя подкачаем. И заодно освободим место. 100 турнирных очков. Кстати, нам его развить надо. С учетом того, что очень хорошо дали бутылок. Это 8 очков всего лишь. Потому что третья звезда. Ну и в раску первого уровня, соответственно, мы подкачаем именно бутылками. Не знаю, сколько бутылок. Давайте сначала 3. Посмотрим, по чем они обойдутся. За 3 бутылки 96 очков. Это очень неплохо. Давайте еще одну бутылку. Это 18 очков. Тоже еще очень хорошо. Это было 3 бутылки. Давайте 4. Это было 4 бутылки. Давайте пятую. 12 очков. Все еще неплохо. Не хватает маленькой однозвездочных героев. Давайте откроем мусора. Ну что, пошли очки в закрома. 900 очков. Можно это забирать все. За полторы тысячи дают 4 артефакта счета. Но они пятизвездочные. Хотя. Ну а как начисляются очки в событии? В событии я тоже получил только 1000 очков. Да что ж такое. Если события начинаются, когда ты уже в игре, перезапусти, чтобы все заработанные очки были учтены. Может что-то не учитывается. Давайте еще раз. Повышаю уровень и ранг. Условия повышения уровня, где не сказано. Ладно, давайте проверим. Давайте засечем очки события и качнем пару каких-нибудь мелких, несущественных. У нас есть 1096 очков. И мы собираемся вот качнуть парочку этих дивных героев. И вот что мы видим. То есть мы достали какие-то предметы. Вот мы получили кучу уровней. Никак чего. И пошли смотреть наши 1096. Нет, 1126. Все нормально. Это я зря вибрировал. Отставить панику. Очки турнира не меняются. Это вот видно. Опять же, может они задерживаются. Но нет, не задерживаются. Видно сразу, что когда я в таверне вкачиваю уровни, сразу вот моих. Давай 14 очков. Видишь, сразу засчитываются. Ну и вот, соответственно, на 30 очков подвинулись. Соответственно, вот первые 13 уровней я планирую брать пивом. А дальше до 30 докачиваю. Это мой корм будущий. До 30 докачиваю здесь на компании. Ну, вкачались эти чуваки. Сейчас надо, соответственно, корм, который буду скармливать, каждому дать по бутылке. Ну, е-мое. Это как-то долго так неудобно. 18 очков всего лишь. А надо 10 тысяч наколупать. Это надолго. Гевал. Геносвал. Каждый раз это все серу ест. Ну и вот, что у нас получится. Это все герои двойные. Мы заработаем еще 50 очков. И, наверное, сразу этого героя тут же и бутылками напоим. На 15 уровень будет достаточно. По чем обойдутся? По 20 очков за бутылку. Так, второй щитоносец созрел. Отлично. Очки капают. Ну, 10 тысяч, конечно, это, блин, смущает. Опять кончился зеленый корм. Пойдем-ка его добывать. Даже зеленым корме не везет. Что-то мне сегодня то говно, то щепки. И последний щитоносец. Вот это его корм. 50 очков. И ему же отдаем 2 бутылки и 1 героя. Это будет 15 уровень. Да, все правильно. Ну, и вот целая куча 40-ых героев, кого можно качнуть. Даже глаза разбегаются. А давайте качнем корм. Есть герой у меня. А, он даже не один оказывается. Уже подкачан, уже готовый. И вот ему все это дело искорим. Нам бы, конечно, лучше не зеленый, а синий. По-моему, 4 бутылки я им в прошлом скормил. Ему все влезло. И даже, наверное, пару героев можно. 120 очков. Ну что, хочется посмотреть прогресс. 1450 очков. Тяжело. Ползем. Давайте заберем комплект щитов. И следующий у нас 2300 веха будет. 75 осколков. И, кстати, пополнение коррекции вполне себе идет. Откуда взялось 200 очков? Это как-то многовато, друзья. Ладно, возможно, когда я смотрел, еще не подошли очки. Потому что я так, по памяти, очков, наверное, 60 всего лишь мог набрать там. Так, еще одного кормового подкачаем. Да, отлично. Как раз все для него есть. И прокачаем его 20 уровней. Сначала качнули в таверне, чтобы получить очки турнира. А дальше закачиваем до компании. А до сколька же качать этих синих? Просто у меня бутылок синих пива очень много. И вот я думаю, то есть, так бы достаточно было и две. Но я думаю, что я даже, наверное, и третью бутылку жахну туда. Потому как много синего пива. 34 очка всего лишь. Так что третья бутылка, наверное, была лишняя. Ну, а пиво я получил, как вы поняли, в награде. Вот в этом турнире пополнения коллекции. Видите, здесь 15, здесь 40. То есть, очень удачно по пиву подогнали. Ну что, место немного освободилось. Надо изъять одинаковых героев. И пустить их на корм. Пока хватит трех. Перед пожертвованием по бутылочке и пиво. Чтоб не горевали слишком сильно. И очередной. Уверен, я два раза проверил. Немножко лишнего пива. 60 очков. 15 очков на бутылку. Так, а почему-то девчина у меня заблокирована. Это, видимо, уж неспроста. Она где-то участвует. Здесь нет. В разине. А, она в разине участвует. Правда, все равно их две. Но, с другой стороны, ей можно просто покрасить звезду. И положить на склад. Пусть там мылится. Все равно ее надо красить. А тут заодно мы и очки получим. Ну, а это уже не заложено. Так что давайте быстренько это пиво скормим. Пиво на пассажок и в дальний путь. И курочку ей еще в плечи. Ну, вот и все. Можно синие бутылки уже не транжирить. Их 40 штук всего лишь осталось. Ну, и любопытно же, насколько я продвинулся. Вижу, что получил. Но тут что-то не сложилось у меня забрать сервака данные. Давайте еще раз попробую. В приложении Рейд произошла ошибка. Ну, что ты будешь делать? Ну, что ж. В следующий раз оказался более удачным. Итак, у меня 2500 очков. Это четверть от необходимого. Очень надеюсь, что мне хватит. И 75 кристаллов. В этом только помогут. А завтра забьем очки до 1500 в этом турнире. Завтра я получу награду. Как раз закончится ежемесячно. И мне вот два осколочка выпадут. Ну, и вот еще выпал борец. Соответственно, я его заберу и тоже получу очки в турнир. За то, что получил этого героя. Не забываем его пометить. И на склад. А, впрочем, его можно качать уже в 40 уровне. Качать, красить. Потому что именно из них я буду собирать вот этого вот капитана Тимила. А что это хоть за герой, капитана Тимила? Герой здоровья, у которого здоровья нету. А, помню, помню. Ну, что, второй день обещает быть насыщенным и плотным. Подписывайтесь, друзья. Завтра будет видео о том, как я открыл эти осколки. Выпадет ли мне уже в конце концов что-нибудь толковое или нет. Или будет продолжать так долго и нудно не вести. Всем удачи. Пусть вам повезет с открытием сегодня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok